Эта программа говорит губерния. После обсуждения пешеходных переходов, горячая выдалась тема, обсудим горячую воду. Вот не знаю, как для вас, для меня горячая вода лето это сплошной обман. Ну, во-первых, она у нас отсутствует далеко не 14 дней, напоминаю, по нормам, ее должно не быть за все лето, но вот отсутствовать она может не больше, чем 14 дней, гораздо больше. Причем это только официально, а неофициально практически все лето ее сливаешь, сливаешь, она остается холодной и грязной. Ну, по-разному бывает. Давайте я сразу выступлю адвокатом дьявола. Жители 68-й школы Южного написали, что у них горячая вода, прям горячая. И еще, ну, не написали где, но пишут, что есть у нас в одном где-то районе города кипяток такой, что приходится очень сильно разбавлять холодной водой. А, вот так даже. А вот если бы она была бы еще и чистой, можно было бы чай, да, заваривать? Наверное, мне кажется, это прям была бы прекрасная идея просто. Но вообще по нормативам, по-моему, у нас действительно в горячей воде она должна быть пригодной для заваривания чая. Ну, не 100 градусов. Что касается норматива, вот мы об этом спросим у нашего гостя. У нас гостят сегодня Иван Чугайнов, начальник сервисного отдела компании Интерфейс Сервис, которого мы позвали в качестве вот независимого эксперта. Потому что, честно говоря, вот позови работников жилищно-коммунального хозяйства, особенно теплосетей, они тебе наговорят вот кучу слов, доверия нет. А вашей компанией как раз занимается проектировкой инженерных систем, связанных с энергетикой. Да, совершенно. Вот скажите, что летом происходит, что вода становится горячая, холодной? Здравствуйте. Ну, из года в год мы очередной раз видим подготовку к отопительному сезону. То есть, в межотопительный сезон проводятся плановые работы на тепловых сетях. Соответственно, из-за этого и возникают у нас вопросы, проблемы по горячей воде. Это такие, как отсутствие циркуляции или несоответствие параметрам по температуре. А что такое отсутствие циркуляции? Отсутствие циркуляции – это в подающем и обратном трубопроводе. То есть, когда вода движется с подающего трубопровода в обратный. Соответственно, там, где есть независимая схема, и вода горячая греется через теплообменники в тепловых пунктах, она не может подготавливаться должным образом. Соответственно, приходится открывать через открытый водоразбор. То есть, использовать для нужд горячей воды сетевую воду и затопление. Ну, это повально по городу Хабаровску везде так. То есть, это получается вот та самая вода, которая очень неприятная по цвету, по качеству и запах имеет. Она? Ну, вы знаете, это вода, та же самая из водоканала, которая греется только не у вас дома в тепловом пункте, а на ТЭЦ. И она же проходит химподготовку на этой ТЭЦ, греется в котлах и поступает также в систему отопления. По сути, это та же самая вода. Тогда объясните, почему, к примеру, сейчас ничего не происходит у меня плохого в доме, но вода идет с неприятным запахом, вот этого белого мутного цвета? И холодная. Скорее всего, возможно, вам нужно обратиться в ваш сетевой район и узнать, есть ли у вас, существует ли у вас циркуляция. Второе, вы должны знать, есть ли у вас в доме тепловой пункт для подготовки горячей воды при наличии этой циркуляции. По всей вероятности, по вашим жалобам, да, у вас идет вода с открытого водоразбора, может быть, она с неприятным запахом, но не всегда так бывает. Возможно, после ремонтных работ поднимается какая-то грязь, может быть, запустили недавно и так далее. А вот смотрите, сразу перебью и задам вопрос. Возможно ли тут идти жаловаться, писать какие-то документы, что мне не нравится качество этой воды? Я вам сейчас расскажу. Если имеется факт несоблюдения параметров по горячей воде, а горячая вода у вас должна быть дома в точке разбора на смесителе 60 градусов не менее, вы, как собственник помещения жилья, имеете право обратиться в свою управляющую компанию или в ТСЖ. Те, в свою очередь, должны написать письменный запрос в тепловые сети на Флегантово 13, где они уже в зависимости от вашего района распределяют эту заявку по сетевым районам. Сетевые районы обычно очень быстро реагируют на это. Буквально на следующий день собирается комиссия. Комиссия в составе представителя сетевого района тепловых сетей, представителя управляющей компании, может быть, даже и вас, если захотите поучаствовать. В точке разбора приходят и замеряют измерительным прибором, в течение трех минут начинают слив и мерят горячую воду, температуру. Если температура не поднимается выше 60 градусов, эта услуга некачественная. Соответственно, составляется акт. Акт составляется, с этим актом вы имеете право, ну не вы, а управляющая компания, обратиться в ресурсоснабжающую организацию за перерасчетом. Ну смотрите, я понимаю по температуре воды, тут все ясно, а вот именно вот это вот качество, да, по цветности. Точно так же они, сетевой район, реагируют на это, они берут забор воды только уже не у вас в квартире, а в тепловом пункте в элеваторе, на границе раздела. То есть они не могут отвечать за состояние ваших внутридомовых сетей, потому что у вас же может быть и проблема внутри дома. То есть из-за цветности, может быть что-то с трубами и так далее. Поэтому они берут забор воды в тепловом пункте и отдают на экспертизу. После экспертизы обычно, ну сразу вам скажу, не было таких случаев, что экспертиза говорила о том, что эта вода непригодна по санпину для, ну как питьевая. Да, она может по цветности не проходить, но тут проблема, я думаю, возникнет с перерасчетом однозначно у вас. То есть если по температуре все понятно, услуга некачественная, это можно зафиксировать, то вот с цветностью придется повозиться. А вот вы знаете, по существующим нормам горячая вода должна быть такой чистой, чтобы можно было заваривать чай? Это не легенда? Ну 60 градусов, наверное, не очень для заваривания чая, да? Я вам могу сказать, что это та же холодная вода с водоканала, которая готовится или у вас дома в тепловом пункте, или на ТЭЦ. Вы используете холодную воду для приготовления чая? Ну, нет. Только кипятите, правильно? Вот я советую горячую воду тоже скипятить и потом только чай заваривать. А лучше тогда я ее вообще не понял. Вообще по-хорошему должно быть так, да. То есть все, что у вас льется из смесителя, должно соответствовать санпину питьевой воды. Вы знаете, я подумал, что если вот просто упереться рогами, да, и каждый раз вызывать комиссию, требовать перерасчета, говорить, что вода некачественная. Если так будут делать не я один, да, а будут делать сразу какое-то значительное количество людей, тогда может быть и качество воды повысит? Тогда коммунальщики просто озадачатся и будут работать лучше? Я не думаю, что коммунальщики подвинут свои ремонты профилактически, а без них мы тоже никуда не денемся. У них есть вот этот период межотопительный, которым надо все успеть. И все-таки лучше сделать сейчас, чем потом латать дыры зимой в большой минус. Поэтому, ну, нужно потерпеть, я думаю, с другой стороны, управляющие компании имеют большой запас домов, и эти жалобы, ну, обычно как бы оптом, да, уходят в тепловые сети. То есть целыми районами, потому что, ну, обычно страдает весь район из-за каких-то ремонтных работ. А не бывает ли так, что после подачи жалобы на какое-то время и вода, вот температура ее увеличивается, пока замеры идут, чтобы не было никаких проблем. А потом, я понимаю, что для теплостелой компании там лишние, там, тысяча-две тысячи рублей – это вообще не деньги. Но, тем не менее, чтобы снять жалобу? Я такого не встречал, если честно. Так резко отреагировать они не могут, я думаю, на то, чтобы поднять воду или прекратить работу и сделать услугу качественной. Поэтому без проблем сетевые районы откликаются, приходят, делают замеры, и после восстановления параметров, когда уже все приходит в норму, у вас горячая вода, хорошая там цветность, допустим, ваша управляющая компания или ТСЖ вызывают, опять же, сетевой район о том, чтобы они закрыли этот акт, определили этот период, в который услуга была некачественна. Соответственно, вот за этот период и будет сделан перерасчет. Но тут, к сожалению, есть такой момент, что даже если вода не 60 градусов, а 58-59, вы практически не почувствуете этот перерасчет. Потому что, чтобы вы его почувствовали, вода должна быть 40 градусов и ниже, тогда вас будут тарифицировать. А, то здесь нет такого, качественное и некачественное, либо одно, либо другое. Она некачественная, поэтому вам делают перерасчет. На копейки, да? Ну, там есть какой-то определенный понижающий коэффициент. Если же вода 40 и ниже, то тогда вас будут тарифицировать как просто за холодную воду. Это в среднем у нас 40 рублей за один кубический метр. Подождите. Только она будет грязная. Ну, может быть. Смотрите, наши телезрители пишут о том, что во многих районах приходится сливать воду по 10-15 минут. А счетчик-то в это время мотается вот для того, чтобы она, видимо, и набрала эти там, ну, будем говорить, 60 градусов. Но это же тоже потеря времени, и это наши деньги. Совершенно верно. Когда происходят работы на тепловых сетях, вода подается по одному трубопроводу. Или по обратному, или по подающему. Соответственно, за ночь она может остыть, или, например, ну, просто там где-то концевые дома, она не доходит. Где-то в стояках остывает и так далее. Поэтому приходится очень часто и долго сливать. Здесь ничего и сделать нельзя. То есть тут нет никакой нормы, там, минута, три. Есть вот три минуты, за которые она должна набрать 60 градусов. Вы спокойно можете обратиться, да, с этой проблемой. А вот смотрите, знаю, вот где-то в интернете, видела, есть такая шкала для того, чтобы определить, ну, вот, ширина вот струи, что-то вот... Струеметр. Да, вот струеметр какой-то. Видимо, тут тоже, я же могу включить маленькую струю, могу включить сильную. Вот тут как тоже быть? Тут, наверное, все зависит от внутридомовых систем, которые обычно у нас... Нет, это я вот про три минуты, чтобы понять, какой вот поток должен. Ну, если честно, я тут вам не подскажу. Ну, замеры произвожу не я, а вот специалисты ресурсоснабжающей организации, они вам по толщине струи, наверное, могут... Это я просто к тому, что если кто-то захочет разобраться, чтобы просто так не вызывать людей. А можно я расскажу, как у нас в ТСЖ решили проблему? У нас недавно появилось объявление, вот так и объяснили, что вот сейчас такая вода, что сколько угодно будете сливать, замерять там, все равно оно будет холодное и грязное. Поэтому, товарищи, члены товарищества, мы решили его просто отключить. Ну, это понятно. И теперь у нас только холодное и официальное. Вот на ваш взгляд правильно сделали или нет? Ну, вы знаете, у вас товарищество собственников, вы как товарищи все договариваетесь. То есть, вообще, если невозможно ее получить качественной, то лучше от нее отказаться. Все-таки, я думаю, проще использовать на этот период водонагреватели, это даже, может быть, будет и выгоднее, чем просто ее сливать и ждать, когда она нагреется. А вот интересно, во многих новых современных домах отказываются от непосредственно централизованной подачи горячей воды и нагревают уже внутри, там, тепловой пункт и так далее. Это выгоднее получается? Кому-то выгоднее. Вот, например, вы тут про газ разговаривали. У кого газифицированные дома, там тариф за электрическую энергию, ну, нескромный, так скажем, да. Если у вас не газифицированный дом и есть еще и двухтарифный счетчик, то, я думаю, на лето один раз купить этот водонагреватель и пользоваться им, я думаю, за год, за два он еще и окупит себя. Ну, у меня уже 10 лет стоит, я думаю, окупился. Ну, я могу по себе сказать, я отключил просто у себя горячую воду в ванной, у меня стоит водонагреватель, я им пользуюсь, потому что я знаю, что я открою, и будет точно идти горячая вода прямо сейчас. Понятное дело, что счета за электричество – это несколько другая история, тем не менее, я понимаю, что, наверное, это вот альтернатива, если сейчас еще есть энергосберегающие технологии, это будет дешевле. Но вот вы как считаете, насколько реально нашей стране, даже городу Хабаровску, в целом отказаться от горячего водоснабжения, потому что есть постоянно какие-то порывы и трудности? Ну, тут из области фантастики, инновационных технологий у нас сейчас существует. У нас край-то солнечный, поэтому есть разные способы, это и батареи, может быть, какие-то солнечные, которые будут потом… Переливаться. Электроэнергию, да, и нагревать горячую воду. Есть сейчас очень хорошо используются крышные, котельные, газовые. К сожалению, у нас не везде есть газ, поэтому можно так выходить из положения. Но самый оптимальный и реальный на сегодняшний день способ – это все-таки электрическая энергия. И я даже знаю, много домов вводится в эксплуатацию, там не то, что горячая вода готовится с помощью электрокотлов, но и отопление. Ну, да, кстати, я вот… Ну, вы знаете, с кем? У нас были репортажи о том, как жители новых домов пытались отказаться от горячей воды, оставить только отопление. Вопрос в том, что, насколько я понимаю, энергетикам это невыгодно. И, как правило, у них так не получалось. Те ставили условие, если уж берете отопление, извольте и горячую воду. Мне кажется, энергетикам в любом случае невыгодно, потому что мы платим не только за отопление, но и за горячую воду. Поэтому тут очевидно все. А вот вода, которая в батареях и вода, которая течет из горячего крана – это одна и та же вода или это все-таки разные системы? Смотрите, вот есть два вида. Ну, централизованная система водоснабжения, вот обычная. Да, одна и та же это вода. Если это открытый способ, схема ГВС, да, горячего водоснабжения у вас на доме, это в случаях, когда как раз-таки отсутствует циркуляция, ваша управляющая компания открывает трубопровод с сетевой воды и подает вам смеситель горячего водоснабжения, да? Если же циркуляция существует и у вас в доме есть тепловой пункт, с помощью которого можно приготовить… Там греется холодная. Там греется холодная из водоканала. Но зачастую в межотопительный сезон это все-таки вода сетевая из отопления. То есть, одна и та же, по сути, да. Вы знаете, вот выскажу мнение, которое я прочитал в социальных сетях, когда прононсировал эту тему. Это не мое мнение, я просто передаю, что на самом деле никаких проблем летом с горячей водой нет, что это все делается специально именно для того, чтобы люди больше сливали воду, соответственно, счетчик больше крутится, больше получает энергетики. Да, да, да. Что вот все это вот такой… Заговор энергетиков. Заговор. Не, ну не думая, что так все серьезно, все-таки ремонты, они должны проходить планово и… Я заметил, что они проводят, что они проводят, как только начинается отопительный период, все равно вот обязательно сразу где-нибудь… Вы подождите, нас еще ждут гидравлические испытания осенние и так далее, и так далее. И стабильно, они пройдут, отчитают, запустят отопление, обязательно где-нибудь рванет. А после гидравлических испытаний как раз-таки у нас… Ну, это и сделано для того, чтобы выявить слабые места, поэтому однозначно будут еще и дальше ремонтные работы продолжаться. И отопление будем ждать. Какие девушки знают, там четырехтрубная система. То есть, если одну часть можно вывести в ремонт и переключиться на другие трубопроводы, то, к сожалению, в Хабаровске такой возможности нет. А, то есть там система такая, что если уж рванет, то будет все равно горячая вода подаваться по другим источникам. Совершенно верно. И там круглый год есть циркуляция. Здесь, так как край невысоких температур зимой, ну, то есть не самых низких, экстремальных, да, поэтому здесь предусмотрена двухтрубная система. И поэтому при любых ремонтных работах, аварийных работах возникают вот такие проблемы. А есть в Хабаровске хоть один дом, где вот жители вот всегда с горячей водой, всегда с отоплением и никогда ничего не получают? Я думаю, есть. Можно ли вот оградить? Я думаю, есть, но не в период гидравлических испытаний, когда ее нет нигде. То есть тогда вот ничего не поделаешь? Ничего не поделаешь. Ну, тут испытания. Ну, это же, по сути, рубильник просто отрубили, и вода не пошла в город. Если они вас не перекроют, то придется тогда ремонтную работу производить у вас в квартире. Ну, а вот типовые пункты, это выгодно вообще их устанавливать? Ведь я знаю, что некоторые ТСЖ идут на такие вот меры. Я знаю, что это дорого достаточно, но люди ведь их организуют. Значит, наверное, это действительно имеет смысл? Это имеет очень большой смысл, так как по закону, по федеральному закону 190 по энергоснабжению говорит о том, что с 1 января 2022 года открытая система водоразбора будет запрещена. Она вообще уйдет как вид. То есть будет греться только холодная вода? Да, по-хорошему должно подогреваться и готовиться. Все из холодной воды, никакого разбора для нужд ГВС из сетевого трубопровода не должно быть. Но, к сожалению, не все могут позволить себе тепловой пункт, оборудовать его. Где-то это технически невозможно, в старых домах. Ну да, в Сталинках, например. Поэтому вообще это выгодно, конечно. Один раз ложиться и при наличии постоянной циркуляции греть себе воду так, как хочешь и когда хочешь. То есть там автоматика за все отвечает. То же самое и с отоплением зимой. Если у вас есть тепловой пункт, вы спокойно настраиваете ее на температуру, на такую, какую хотите, и не переплачиваете больше. И вообще лучше надеяться на себя. Ну да. Не доверять коммунальным службам. У нас в гостях был Иван Чугайнов, начальник сервисного отдела акционерного общества, ой, простите, компания Интерфейс Сервис, которая специализируется в области энергетики. Мы говорили о горячей воде и пришли к тому, что, к сожалению, летом всегда будут перебои с горячей водой. Ничего не поделать. Спасибо за рекламу.